Привет, сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я ее сейчас зачитаю, потом мы ее с вами обсудим, и вы напишите свои комментарии и советы. Так, здравствуйте, Галина, смотрю ваши видео уже больше года, спасибо за полезную, важную информацию. Письмо длинное, извините, помогите разобраться, я в полном непонимании. Хочу рассказать о своем опыте общения с турком из Стамбула, пишу на эмоциях, прилетела оттуда буквально вчера. Мне 21 год, отношений не было никогда, с папой все очень у меня сложно, не любит меня, хоть и живем вместе, но работает в других странах периодически. Вкратце информацию о своей семье дает, да? Парню 28 лет, у него свой бизнес, связанный с туризмом, живет с мамой, она болеет у него. Общаемся уже полтора года в Инстаграме, познакомились в Тиндере, случайно написал там, а потом в Инстаграме каждый день переписывались. Только переписывались, не было никаких звонков, головосовых сообщений и так далее. Я говорила, что я не могу хорошо разговаривать на английском. Он ни разу не предложил приехать ко мне, только говорил, что приеду к нему как-нибудь, когда-нибудь. В общем, один раз только и спросил, ну а если я приеду, то что? Ну и на этом, собственно, все. Бывало, что мог не писать неделями, чувство просто ужасное. И я думаю, что я невротик, потому что терпела это все. Месяца два назад договорились, что в январе он купит мне билеты и я приеду. В ноябре он стал себя вести как-то странно, мне это не понравилось, я говорила ему об этом. Я его заблокировала в Инстаграме две недели назад, потому что мне было больно от того, что он вел себя отстраненно. У него есть мой WhatsApp, но он там не писал. Ближе к делу. В ноябре я купила билеты в Стамбул, втайне от него и ничего не говорила. Смотрела, как он себя будет вести. Прилетела сама, сама все оплатила. К слову, это моя первая поездка за границу, причем одна. Я была совершенно одна. Заселась я в пять вечера, написала ему, что я тут, я приехала. Он сказал, что рад, но локдаун в девять, поэтому он приедет завтра. Я расстроилась. Поплакала даже. Было грустно, одиноко. На следующий день я дико волновалась, не могла есть. Он опоздал, но приехал к моему отелю. Я подарила ему подарки, там магнитики, шоколадки, зажигалку, всякие маленькие подарочки своими руками. В общем, а он мне не подарил ничего. Мы сразу пошли гулять. Он постоянно говорил, а я молчала, потому что мне было сложно разговаривать. Вообще какая-то очень стрессовая ситуация. Покормил меня на улице, сам не ел. Постоянно смотрел на меня. Я себя чувствовала не очень комфортно. Провел мне экскурсию, купил кофе домой маме. Но я чувствовала себя грустно, одиноко. И пока плыли обратно на мою сторону, он специально сидел и ждал, когда все уже выходили с парома. А я ничего не понимала и ждала, пока он что-то скажет. А он спрашивает, а почему ты не спрашиваешь? Мы уже как бы приплыли, приехали. Видит же, я ничего не понимаю. И будто специально так говорит. Он меня проводил до отеля, купил пиццу. И спросил, хочу ли я спать сегодня с ним. Я не очень поняла, что это вообще значит спать. И сказал, что нет. Попрощались, ушла к себе. Он же мог просто снять номер, например, остаться сам рядом со мной. Но он просто уехал к себе. Я пришла в номер, разрыдалась. Чувства были странные, очень одиноко, грустно. Я так хотела, чтобы он обнял меня или как-то поддержал. Но самое стрёмное началось дальше. Я сказала ему, чтобы написал, когда едет до дома. И написала ему, что я чувствовала себя грустно, странно. Он сказал, я видел, ты меня очень разочаровала. Это была ошибка с самого начала. Ты не смотрела на меня, не говорила со мной. Если я тебе не нравлюсь, так и скажи. Зачем ты приехала? Почему ты не пригласила меня к себе в номер и так далее? Сказать, что я офигела? Ничего не сказать. Чувствовала себя маленькой девочкой, которую бросили, обидели в чужой стране. Я написала, что я первый раз в чужой стране. Я одна, я не говорю на английском или турецком. Он сказал, если хочешь, приезжай ко мне в европейскую часть. Я сниму номер, и мы поговорим. Я сказала, что не могу. И сказала, что куплю билет на завтра, я хочу домой. Что если он хочет поговорить, он может приехать до 12, и мы поговорим. И он не приехал. Я рыдала. Он мог приехать, мог проводить меня в аэропорт, но ничего не сделал. Чувства ужасные. Почему нельзя было понять меня? Я молчала, потому что мне было сложно, а не потому, что он мне не нравился. Я сама приехала, сделала сюрприз. На него редко смотрела, потому что просто стеснялась. И это непривычно видеть и слышать человека, который был только в интернете до этого. Я прилетела домой, потратилась еще на один билет, написала ему спасибо, что приехала и поговорила со мной. А он ответил, я тебе же сказал, что не приеду. Я отправила голосовое сообщение, что я чувствую, что я тебе не нужна. Он сказал, это я себя так чувствую. Еще говорил про свою депрессию несколько раз, что я сделала только хуже. Такая история. Я очень хотела, чтобы он меня обнял или как-то проявил теплоту. Но он не делал этого. Спросил, можно ли взять мою руку, например. Я ответила, нет, потому что не чувствовала никакой вообще от него теплоты. Хотелось какой-то решительности, напора. А от него этого не было. Еще на базаре девушке предложила купить розу, а он отшутился. Ой, да мы только друзья. А это нормально? Но шутка больше в моем стиле. Ему это не понравилось. А когда сказала, что он не может взять мою руку, мы же друзья. Он обиделся. Сейчас чувствую, что хочу к нему обратно разобраться со всем. Но я уехала раньше, потому что прислушалась к себе. И он обидел меня тем, что не приехала перед моим отлетом и тем, что написала после встречи. Он писал мне вечером, мы пытались как-то объясниться. Не знаю, что будет дальше. Сказал, что рад был меня видеть. И что, да, это нормально, что я вела себя как-то странно в первый раз. Я даже не успела ничего купить и посмотреть в городе. Спасибо за внимание. Буду благодарна за советы. Не осуждайте меня. Я очень неопытная в плане отношений. Спасибо. Дело не в неопытности, да. Все очень, мне кажется, просто. Девушке нужно было, скажем так, место, где можно выговориться, чтобы ей поддержали что-то, подсказали. Я не думаю, что, скажем так, мои слова какой-то новостью прозвучат, да, с чем-то таким экстраниординарным, новым. Все, мне кажется, предельно просто, да. Вы правильно подметили, не зря написали, что я невротик. Ну, во-первых, это возраст. Дело даже не в неопытности, а в принципе то, что в 20 лет и в 30 мысли разные о отношениях, представления разные, желания разные. И то, что в 21 год мы подаемся большим эмоциям, кто-то раньше развивается, кто-то позже, у кого-то еще в 21 год не пережитый максимализм юношеский, или он только может начинаться. Знаете, это по-разному у людей всех бывает, происходит. Я не могу знать, как у вас точно, да. То есть много всяких аспектов в плане возраста. Вы еще, в общем, дело не в опытности, а в возрасте именно самом, как в созревании личности человека, не именно отношении мужчины и женщины. Второй пункт, конечно, это тоже важно, именно то, что у меня нет опыта. Но когда искренне настоящая любовь, опыт в этом не нужен. Все само собой по маслу идет, да. Следующий пункт, да, правильно, у вас какие-то отношения странные в семье с папой, о чем вы затронули. Естественно, весь корень зла в этом сидит, с этим надо разбираться. А по поводу парня, всей ситуации. Самое ужасное для меня в конце письма от вас прочитать. Я хочу теперь к нему вернуться обратно, чтобы объясниться и все закончить. Вы о чем? Это типичные невротические желания. Чтобы поехать и опять разочароваться, чтобы потратить деньги ни на что, и чтобы вас опять, скажем так, задеяли, сделали больно. Это же то же самое будет, он не изменился. Не хочется вас в чем-то винить, говорить, ты виновата, потому что была ваша инициатива. Но у вас было и желание. Ну, согласитесь, давайте просто, как хочу преподнести информацию, чтобы вы взяли ответственность за то, что произошло на себя. Дело-то не в парне, что он не такой, не так встретил, весь такой плохой. Просто вы поехали к человеку, который вас не ждал. Дело не в сюрпризе. Он вам в аудио не звонил в инстаграме, там, где вы общались, в WhatsApp был ваш у него. Он на контакт к вам особо не шел. Это был флирт. Он вам ничего не обещал. И в силу, скорее всего, от эмоционально-гормональных вот этих моментов возраста своего, вы больше себе накрутили, чем оно было. На самом деле ожидания были гораздо больше. Поэтому они не оправдались. Как говорится, чтобы не разочаровываться, не разочаровываться в людях, не надо очаровываться ими, да, ждать чего-то феноменального, того, чего быть не может. Вы изначально реально ехали к парню, который инициативы не проявлял. И, естественно, у него были какие-то сомнения свои, неважно. И с первого момента в поведении было понятно, что не щелкнуло химии, не произошло. И это, кстати, нормально. Если бы вы больше общались в интернете, это вам такой урок на будущее в отношениях, узнаете перед тем, как делать героические поступки, срываться, лететь, тратить деньги, покупать билеты, менять что-то в своей жизни ради кого-то, узнаете человека получше. Вы, парни, этого не знали. Инициативу он не проявлял особо. Дело не в сюрпризе, потому что вы поехали не к тому человеку, не там, где была любовь, обещания какие-то. И дело не в первой опытности, а в дело не любви к себе. Вы себя не оценивали, вы не продумывали какие-то свои моральные затраты, разочарования, которые могут поступить. То есть вы не оценивали, не смотрели на то, что есть между вами и этим парнем сейчас здесь. Это же очень показательно. Он не звонил в аудио, особо бы не общались, только переписывались. Полтора года – это, конечно, долгий срок. Но парень просто общался. Вы были просто подружкой по переписи, скажем тогда, по интернету. Он вкладывал ваше общение, не такой романтизм, как вы, скорее всего. Либо еще то, что когда вы в реальной жизни встретились, к сожалению моему, у вас не произошло химии, он понял, что вы разные. Что касаемо вас, вам надо повышать самооценку, научиться себя любить, принимать, разобраться со своим папой и вообще с проблемами любви. Любовь – это не боль. Любовь – это когда меня любят, и это взаимное чувство, бескорыстное, безусловное. Любят просто за то, что ты есть. Но при этом не надо слепо влюбить и влюбляться в тех, кто вас отвергает и не любит. Потому что если вам причиняют боль в отношениях, значит вас не любят. Когда человек, который любит искренне, по-настоящему, от честного сердца своего, открыто вот так, этот человек всегда думает перед тем, как сделать какой-то шаг, навредит ли мой шаг, сделает ли больно мой шаг тому, кого я люблю, объекту моего любви, моей любви. А человек, который причиняет боль, некрасиво с вами разговаривает, обижает – это не любовь. Любви через боль не бывает. Любовь через боль – это невротики, к сожалению. Кому это слово не нравится, ну уж извините, не я его придумала, я его просто использую для определения. Это просто определение научное. Вот и все. Что я хочу, какое, скажем так, советовать и наставление девушке? В следующий раз не надо бежать впереди паровоза, все самой стараться делать, делать сюрпризы и так далее. Если вам нужен мужчина, который сильный, как вы говорили, обратить внимание, напор, чтобы от него был, взял меня за руку и т.д. и т.п., не будьте этим мужчиной в отношениях, ждите, когда мужчина вам будет это делать. Если он этого не делает, значит, он не такой, это значит, он вам не подходит. Вообще, выведите для себя критерии идеального мужчины, который должен… Парни идеальный образ, характер, поведение, внешность, вообще все учтите. Создайте для себя образ. У вас этого образа сейчас нет, у вас плавает все. Создайте образ конкретно, какого мужчину я хочу видеть рядом со мной. Выпишите на листочек, заучите для себя. Потому что среди толпы, когда он попадется вам, скажем так, на глаза, вы будете знать, что это тот человек. А так как у вас критерий конкретных и нет, все это размазано эмоционально, вот такие результаты получаются. Я вам желаю в будущем лучше узнавать людей, не прям в омут с головой, а просто смотреть, как ко мне относится человек. Проявляет ли инициативу? Обещает ли он мне что-то? Что конкретно для меня он делает? Подходит ли вот под мой список моментов, пунктов идеального мужчины? Если все это совпадает, открываем сердце и влюбляемся. Девочки, которые по-опнее, постарше, пишите свои комментарии под видео, подскажите, дайте советы. Может, поделитесь своими историями, как у вас была какая-то такая любовь, которая не оправдалась, какие-то поступки. Нет ничего зазорного в поступках и ошибках. Очень даже важно делать уроки из этого выводить, какой-то результат видеть, исправлять его и делать себя лучше. Это хорошо, что вам 21 год. Было бы ужасно, если вам было 41, у вас двое детей, дома будут. Такое окунулись, например. И поверьте, такие женщины есть. Но лучше это сделать в 20 лет. У вас еще, знаете, сверху 20 лет на то, чтобы изменить себя и вести себя по-другому. Найти свои ошибки, их исправить. Я под видео пишу свою почту, всегда оставляю в инфобоксе. Разворачивайте его, открывайте, смотрите. Там все написано. Это почта для того, чтобы вы присылали свои анонимные истории для разбора видео, записывались на психологические консультации, если они вам нужны. Оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.